Этой весной ситуация с энергодолгами в Хакасии обострилась, и МРСК начало отключать котельные. И это во время отопительного сезона. Долги коммунальщиков растут, многие предприятия ЖКХ банкротятся. К разрешению проблемы подключился полпред. В апреле Сергей Миняйло договорился с энергетиками о снятии ограничений. Рабочая группа из специалистов Минстроя России и других регионов проанализировала работу организации ЖКХ в республике. Сегодня второй визит полпреда. Специальная комиссия озвучила выводы. Одна из причин кризиса – формальная тарифная политика. Субсидии организаций на упадающие доходы в 2019 году в бюджете республики не предусмотрены. На 4-й квартал 2018 года и на весь 2019 год неопределён порядок компенсации межтарифной разницы. Это, по сути, нарушает законодательство республики Хакасии и напрямую негативно влияет на финансовое состояние организации. Также выяснилось, что тепла подавали больше, чем нужно. На 116 миллионов рублей топили воздух. А ведь эти расходы ложатся на население. Ещё примеры. В одном городе у людей разные тарифы. Уголь от одного поставщика для разных котельных почему-то по разной цене. В Хакасии непосильная нагрузка по содержанию сферы ЖКХ легла в основном на поселение. Что касается энергодолгов, решено с 1 июня начать с чистого листа. Старые долги отложить и начать полностью оплачивать текущие расходы. Дальше мы ожидаем со своей стороны, что с июня месяца будет 100% оплата. Соответственно, при 100% оплате мы никого отключать не будем. Тот долг, который сформировался, мы готовы в течение двух месяцев сесть за стол переговоров, определить график реструктуризации. Мы не говорим о том, что месяц, два, год. Надо смотреть. Надо смотреть на возможности правительства, надо смотреть на наши возможности, насколько долго мы сможем ждать. Нужно наладить систему управления ЖКХ и контроль. Финансирования коммунальной инфраструктуры в республике критически недостаточно. По словам Сергея Миняйла, власти региона должны искать внутренние ресурсы. Сократить расходы на аппарат правительства и средства массовой информации. Проблему с энергетиками мы решили. С текущими платежами. А вот текущие платежи до конца года, это уже немалая сумма будет. Здесь очень много рационных вопросов, которые не требуют денег. Да, в том числе и укрепления. Есть очень много технических вопросов, которые требуют денег. И затраты большие. В принципе, надо просто чуть-чуть рукава и погрузиться в тему, как я люблю подражаться. Погрузиться в тему. Ничего сложного нет. К июне у правительства республики должно представить полпреду план оптимизации расходов. И график погашения долгов согласованный с энергетиками. Ольга Барловская, Александр Свердюк, РПС.